Ну что ж, изучение фотокамеры Canon мы начнём с вами с инструкции. Если вы покупаете через магазин, как я, например, я в NVIDIA купила этот аппарат, то тут всё должно быть с официальных источников. Вот тут даже написаны инструкции по эксплуатации в PDF-файле и программное обеспечение. Можно загрузить с веб-сайта Canon. Прямо с одноимённого сайта официального. Давайте я разверну на весь экран и посмотрим, что там пишут. Вот в начале просто комплектацию перечисляют. Как прикреплять ремень я смотрела в YouTube, нашла урок, потому что там удрёное крепление. И чтобы не уронить фотокамеру, надо как следует прикрепить. Так что рекомендую вам тоже отыскать такой ролик. Их там очень много. Не будем на этом останавливаться. А сразу давайте-ка... Вот, посмотрим. Краткое руководство по началу работы. Вставьте аккумулятор. Вот этот интересный очень кармашек, в котором находится аккумулятор. Вот так он вытаскивается обыкновенно. Там, когда вставляете, нужно смотреть, чтобы вот эти вот четыре металлических отсека соприкасались со штырями внутри. Вот в таком положении, да? В сведения о зарядке аккумулятора смотрите на странице 34. Ну, там просто показывают, как его заряжать. В комплект входит зарядное устройство. Вставляете туда аккумулятор. Вот он такой, параллепипед. И втакаете в розетку. Там загорается сначала красненький огоньок, а потом зелёный, когда уже аккумулятор зарядится. Дальше вставляем карту. Этикеткой нужно повернуть к задней стороне камеры. Тут срезанный уголочек есть. Вот он должен быть справа. Вот такой вот ориентир. Здесь должна быть карта памяти. Сейчас я её достану. У меня их две. Карта памяти покупается дополнительно к фотоаппарату. В комплект она не входит. Поэтому выбирайте сами. Советую сразу выбирать на 64 гигабайта. Вот такую. Потому что я вот выбрала 16 гигов. И это очень мало. Не успеешь пощёлкать, как уже всё кончилось. Память. Поэтому у меня теперь две. Есть куда разгуляться. Вставляется очень просто. Прям до упора, как на пружинке. И отпускаете. Всё. Вот всё. Фотоаппарат ваш готов к использованию. Но это ещё не всё. Нужно выставить настройки. Во-первых, вот этот вот колёсико говорит нам о том, что какие здесь есть возможности, функции. Сейчас это выключено в положении OFF. Дальше идёт A. Это автоматика. S. A. Это более такая творческая автоматика. Когда вы можете объектив подстроить под ваши предпочтения. Это портретная съёмка. Это съёмка пейзажа. Это микросъёмка. То есть очень близко снимать. Это в движении. Спортсмен такой бежит. Видите? Атлет. Хорошо видно? Или не очень? Ну вот еду можно снять на вот этом режиме. Здесь ночная съёмка. И видео. Вот такие тут автоматические. Всё, что автоматика, у нас находится против часовой стрелки. А по часовой стрелке идут настройки вручную. Это я вам тоже не буду рассказывать, поскольку я этим не пользуюсь. Объясню почему. Вот эти все положения требуют определённых знаний. Это надо изучить. И я могу вам дать ссылочку на отличный курс по этому фотографированию, пользованию таким вот аппаратом. И там более профессионально и подробно вам расскажут. Я снимаю или на автоматике, или на вот этом полуавтоматике. Кстати, когда вы вставляете карту памяти, её нужно отформатировать. То есть стереть всё, что на ней возможно, ещё какие-нибудь заводские записи сохранились. Этого, конечно, не может быть. На всякий случай нужно новую карту отформатировать, прежде чем её использовать. Вы должны определиться, какую съёмку вы будете производить. То ли это будет пейзаж, то ли это в комнате съёмка. В зависимости от этого будут и устанавливаться определённые настройки. Да, вот на этой странице обозначение. Прямо стрелочками, полосочками показывает. Вот кнопка спуска затвора. Вот главный диск управления. Микрофон. Вот имейте в виду, что пишет. Причём замечательно. Очень хороший микрофон у этой фотокамеры. Да, и вот если вам интересно устройство, то тут есть стрелочка зеркала, которая отражает свет. Это из физики нам известно. Ну и дальше контакты. Можете посмотреть поподробнее. А да, и вот тут вот кнопочки. Это у нас видоискатель, окуляр. Это в ручном режиме, нужно туда смотреть глазом. А вот этот жидкокристаллический экран. Это в автоматическом режиме. Вы будете видеть всё, что снимаете на вот этом экранчике. Здесь мини-разъёмы. Это для других задач. Они тоже могут быть использованы, если вы захотите снимать видео через фотокамеру. Для этого понадобится докупить определённые шнуры с вот такими разъёмами. И использовать через программу на компьютере. Дальше у нас вот такие значки. Меньше-больше вот они. Если хотите приблизить или удалить, вот этими кнопочками действовать надо. Крышка разъёмов, вот эта резиновая такая штучечка, оттопыривается, отодвигается в сторонку. Вот тут вот сбоку, с правого боку, вот такая резиновая штучка. И отодвигаешь, и вот они разъёмы эти для подсоединения к компьютеру. Дальше что? Вот индикатор обращения к карте. Такой маленький огонёк. Это если через Wi-Fi. Я покажу вам, как через Wi-Fi перекидывать фотографии отснятые. Но имейте в виду, что видео через Wi-Fi не отправить. Нет такой возможности. Видео нужно отправлять через выемку карты памяти. Ну тут ещё штативное гнездо. Если вы ставите на штатив, оно ввинчивается с резьбой. В общем, тут ничего такого сложного нет. А вот меню кнопка, вот это важная кнопка. Сейчас мы её будем смотреть, как отстраивать. И здесь ещё кнопка быстрого управления, если вы снимаете не в автоматическом режиме. Но нужно знать, какие параметры в каких случаях выставлять. Так что пока об этом говорит нам преждевременно. Кнопка установки чувствительности ISO. Это вот на вот этих вот стрелочках верхняя. Наверх смотрит стрелочка. Кнопка выбора баланса белого смотрит вниз. Кнопка выбора режима привода. Авто спуска это вот сюда смотрит. И кнопка выбора режима AF. Вот такие настройки. И дальше мы идём к кнопочку рядом с дисплеем. Нижняя левая кнопка. Это кнопка меню. И там мы, когда меню откроем, то вот этими стрелочками нужно перемещать по вот этим настроечкам. По каждому делению. Давайте смотреть, как настроить. Вот такая творческая автоматический стандарт. Размытый фон. То есть снимает только то, что на первом плане. И всё, что сзади, будет размыто. Ну, это правильно, чтобы экономить, так сказать, ресурсы фотоаппарата. Ну, и вот для настройки давайте заглянём вот сюда на эту кнопочку меню. И пройдёмся по ним. Мы сейчас на последней стоим. Вот эти вот стрелочки назад-вперёд, вверх-вниз. Они нам дают возможность отстраивать. Качество выставляем вот такое. Rav плюс L. Можете посмотреть, вот что это за параметр. Это 5184 на 3456. Вот такой размер огромный. Хотя, вы знаете, это многовато. Давайте Rav выберем. Так, вот это самое маленькое 720 на 480. Вот этот самый стандарт размера 1920 на 1280. Я бы его оставила. Но почему-то предлагает именно вот такие. Такой размер на вот этом положении качества. Давайте его и выберем. Пусть будет. Из большого всегда можно сделать маленькое. А вот наоборот проблематично. Так, звук подтверждённый включён. Можно посмотреть. Включён. Запуск затвора без карты. Время просмотра неограничено у меня стоит. Вы можете ограничить. Но я не ограничиваю, потому что капризничает. Он сам по себе отключиться может. Как-то это не нужно. Корректировка периферийного освещения. Тоже стоит у меня. Включено. Пошли дальше. Видео. Просто смотрите, как у меня. И себя отстраиваете. Разрешено. В реальном времени. Видео в реальном. Так. Метод. FlexiZone. Выбирайте. Отображение сетки отключено. Сетка нам не нужна. Так. Листаем дальше. Здесь всё, что касается. Можете полистать. Тут ничего особенного. А вот где размер выставляется. Вот так мы сейчас выберем. Потому что очень большой размер у меня выставлен. Много памяти жрёт. Зачем мне столько? Вот так. Всё. Окей. Дальше. Поехали. Вот. Изменить размер. Я изменила. Художественные фильтры можно выставить. Я не выставляю. Настройки фотокниги. Это всё касается дополнительных каких-то функций. Можете полистать сами. Гистрограмма. RGB. Выбираем. Дальше. Это всё нам тоже не обязательно. Слайд-шоу. Начать. Это всё от лукавого. Нам это не нужно. Дальше идём. Автоповорот включён. Автоотключение запретить. Вот ставьте. Потому что он может в самый неподходящий момент отключиться. Да. Надо сказать, что время съёмки видео здесь 29 минут. Имейте в виду, что если у вас длинные видео, то будут отключения. И надо заново включать. Фон экрана 1. В общем. Это всё несущественно. Яркость. Выбираете. Чтобы вот эта рисочка была посередине. Дальше. Спуск дата выставлено. Разрешено. Руководство. Всё это. Вот это понадобится нам. Когда надо будет забирать фотографии из фотокамеры на мобильник. Я вам покажу, как это делается. Это очень быстро делается. Дистанционно по Wi-Fi. Вот такая есть возможность. Вот такие первичные настроечки. Вы выставляете их. И всё будет хорошо. Встретимся в следующем уроке. Аaf.